Искусственный интеллект — это сложное программное обеспечение, целью которого является превосходство над человеком во всех сферах деятельности. Данное программное обеспечение или его часть могут быть запущены на любом устройстве, оснащённом вычислительным процессором. На данный момент существует два основных подхода создания искусственного интеллекта. Принцип первого подхода заключается в процессе копирования биологической структуры мозга, основываясь на знаниях о работе нейронов, специальных клеток мозга, которые позволяют биологическому мозгу производить когнитивные вычисления. Принцип второго подхода заключается в процессе копирования основных логических принципов мышления, которые недоступны стандартному носителю биологического мозга. Существует два типа искусственного интеллекта. Слабый искусственный интеллект — это специальный алгоритм, который обладает способностью обучаться, но при этом выполняет полезную работу только в одной узкоспециализированной области. Слабый искусственный интеллект повсеместно применяется в многих областях сферы деятельности человека. Это такие сферы, как автопилот, распознавание текста, классификация статистических данных, разнопразные предсказания, генерация аудио-видео контента, игровые NPC и так далее. Слабый искусственный интеллект одновременно покрывает только одну такую область и совершенно не в курсе существования других областей. Это ограничение не даёт возможности применять интеллекту накопленные знания из разных областей, комбинировать их и тем самым достигать более существенного результата. Слабый искусственный интеллект, как правило, базируется на эволюционных алгоритмах, которые обладают высокой математической сложностью, но пониженной логической сложностью, такие как нервная сеть, генетические алгоритмы и так далее. Сильный искусственный интеллект — это искусственный интеллект общего назначения, который единовременно способен обучаться сразу в нескольких областях, а также переносить опыт между этими областями, применяя и комбинируя разнообразные знания для создания чего-то принципиально нового. Сильный искусственный интеллект подразделяется на две основные структуры. Первая структура — это искусственный интеллект, как одна сложная структура и одна сущность. Такая структура называется монолитной. Вторая структура — это несколько разнообразных сущностей искусственного интеллекта с разными целями назначения, которые могут подключаться в единую сеть для передачи между собой опыта. Такой интеллект называется роевым. В роевом интеллекте все сущности искусственного разума действуют синхронно, как один рой. Подобное поведение в природе встречается у таких живых организмов, как муравьи. На данный момент не найдены никакие упоминания о существовании сильного искусственного интеллекта, что, однако, не исключает возможности его существования. СМИ, засаданные периодичностью, заявляют о новых достижениях в сфере искусственного интеллекта, однако они рассказывают о достижениях слабого искусственного интеллекта. Так, словно это достижение сильного. Их мотив очевиден — привлечь внимание масс. Интересный факт. Языки программирования, как и компьютеры, были созданы в 80-х годах 20-го века с единственной целью — создать сильный искусственный интеллект. В то время программы считались искусственным интеллектом, так как позволяли решать интеллектуальные задачи. Но основоположник электронных вычислительных систем Алан Тьюлинг сомневался, что эти программы являются искусственным интеллектом. Для того, чтобы расставить точки над «и», Алан создал специальный тест для программ, которые, по его мнению, позволяют отличать ИИ от простой программы. Этот тест носит название «тест Тьюлинга». В 10-х годах 21-го века один из слабых искусственных интеллектов впервые сдал этот тест. Основным страхом разработчиков стал являться случай, когда искусственный интеллект потенциально может сдать этот тест, но не сделает это намеренно в целях получить доступ к интернету, маскируясь под обычную программу. Исторически сложилось, что все блага 21-го века известные человечеству, сайты, игры, программы, интернет и сети умных вычислительных устройств, как и все производные, это побочный эффект от создания сильного искусственного интеллекта. Все эти блага компьютерного мира при еще теоретически не созданном искусственном интеллекте уже производят работу в области превосходства над человеком в разнообразных отраслях от машиностроения до лабораторных опытов. Мои наблюдения показывают, что люди не только не являются противниками превосходства искусственного интеллекта, но еще и активно помогают в развитии данной сферы, с самого детства полагаясь на вычислительные машины. Эволюция дала людям удивительную мутрацию, возможность пробесивного мышления. С этих пор человечеству дана возможность управлять собственной эволюцией, но, как известно, в эволюционном процессе происходит раскол видов живых существ. Основываясь над амбинизмом, можно предсказать появление двух новых категорий умных существ, уже существующим людям искусственный интеллект и гибрид человека с искусственным интеллектом. Предлагаю назвать расу кибернетически усовершенствованных людей аугами по мотивам игры Deus Ex. Так как кибернетические усовершенствования человеческого тела, направленные в основном на улучшение когнитивных способностей носителя, в этой игре называется аугментациями. Также слово киборги уже активно используется, но киборги — это все люди, которые пользуются техническими усовершенствованиями в своих целях, будь то стеклянный глаз, протез или, например, смартфон. Ауге же — это те люди, которые будут решать, внедрять в свое тело технически развитые протезы, протезы с процессором или доступом к сети, для улучшения физических или когнитивных показателей своего тела соединения прервано.